тема нашего сегодняшнего выпуска слаги и пассивные рыбки из силикона мы выбрали 13 наиболее важных и интересных на наш взгляд вопросов по слагам ответ на каждый вопрос у нас будет занимать около двух минут слаги и пассивные приманки из мягкого пластика появились в конце 70-х годов прошлого века испытание временем не только доказала целесообразность приманок данного типа но даже где-то вывела их на ведущие позиции всего рынка силиконовых приманок вопрос номер один зачем нужны пассивные рыбки из силикона и слаги большинство рыболов когда речь заходит о ловле на джиг сразу представляют себе традиционные поролоновые рыбки виброхвосты или твистеры когда таким рыболовом показываешь слаг то как правило слышишь в ответ восклицание а это приманка которая предназначена для ловли с дропшотом или для ловли в отвес но на самом деле мало кто знает что слаг это очень и очень грозно именно джиговая приманка мало кто использует слаг в качестве джиговой приманки но на самом деле она выступает великолепно и почему она очень хорошо проявляете при джиговой ловле у этой приманки совсем другая игра чем у всех традиционных джиговых приманок с активной игрой приманка движется более резко более быстро и более рвана и в этом как раз и заключается ее сила и слаг это великолепная приманка и если никогда рыболов не пробовал ловить джигом на слаг то обязательно следует попробовать на него ловить резкая быстрая проводка слага привлекает внимание рыбы приманка движется стремительно и прекрасно имитирует спасающуюся бегством живую рыбку причем после каждого скачка рыбка как бы пытается спрятаться на дне и собраться с силами для нового рыбка слаг который проводится резко и быстро действует на хищную рыбу на уровне рефлексов сытый хищник может проигнорировать любую активную силиконовую приманку а слаг рефлекторно атаковать вопрос номер два какие характерные черты имеют слаги и пассивные рыбки из силикона как правило слаги имеют вытянутое длинное тело прогонистой формы имитирующая небольшую узкотелую рыбку и одинарный или раздвоенный хвостик вроде бы когда смотришь на эту приманку непонятно почему рыба должна хватать слаг но на самом деле если посмотреть как движется настоящая живая рыбка в воде то как правило она никогда не делает таких широких движений хвостом как например делает виброхвост во время проводки настоящая живая рыбка делает под водой рывок останавливается на мгновение опять делает рывок и в момент когда приманка движется когда рыбка в воде движется то никаких движений она не создает движение создается именно в момент рывка и именно если рыболов сравнит движение слага при резкой проводки с движением настоящей живой рыбки то он сразу поверит в данные приманки потому что приманки удивительно точно имитируют настоящие движения живой рыбки в момент рывка слаг вздрагивает всем телом и от него в стороны расходятся сильные гидродинамические волны рыбы их чувствуют с большого расстояния после приземления на дно слаг тоже продолжает короткое время интенсивно дрожать всем телом и особенно хвостиком в момент же самого прыжка приманка не совершает никаких колебаний и не оказывает сопротивления на проводке вопрос номер три как лучше всего оснащать слаги и другие пассивные силиконовые приманки данные приманки можно оснащать совершенно по-разному если применяются такие оснастки как каролинская техасская оснастка с пулеобразными грузилами то выгоднее всего использовать офсетные крючки именно с офсетными крючками наиболее полно проявляются все возможности слагов если используются такие оснастки как поводковые то на поводковых тоже применяются офсетные крючки случае использования оснасток дропшот используются специальные дропшотовые крючки и желательно использовать крючки с двумя точками крепления на таких крючках слаги очень качественно играют они располагаются в воде надлежащим образом и приманкой очень можно хорошо играть и качественно подсекать рыбу и можно использовать также всевозможные шарнирные монтажи то есть ушастая грузила и двойной крючок двойной крючок одинарный крючок тройной крючок это все не суть важно очень интересно использовать джиговые головки обычные традиционные джиг головки кажется что на джиг головках слаги играть будут очень плохо на самом деле именно с джиг головками лично нам игра слагов очень и очень нравится по большому счету оснащать слаги можно таким образом как рыболов оснащает все свои любимые традиционные джиговые приманки если человек привык ловить на шарнир то можно использовать шарнир если на джиг головки тот же головку не суть важно как оснащать слаги самое главное в них поверить вопрос номер 4 как правильно проводить слаги слаги и всевозможные пассивные силиконовые приманки можно проводить совершенно по-разному как таковой игры эти приманки не имеют и для того чтобы рыба начала ловиться на слаги нужно проводить их довольно резко и энергично это могут быть одинарные подбросы удилищем двойные тройные подбросы всевозможные проволочки приманки по дну шевеление приманки на одном месте все это разнообразие улучшает игру слагов слаги как правило имеют раздвоенный хвостик и при любом микродвижении этот хвостик соблазнительно покачивается рыбе это нравится слаг удивительно легко отзывается на любое движение которое делает рыболов даже легкие покачивания кончика спиннинга тут же передаются на гибкий и живой хвостик приманки и если рыболов никогда не ловил на слаги и видят рыболова который ловит на слаги со стороны то он может даже во время проводки слага подумать что этот рыболов ловит не на слаги а твичит то есть настолько резкие движения спиннингом то кажется что человек ловит на воблер но на самом деле это происходит ловля на слаги и именно при такой проводки слаги проявляют все свои сильные стороны вопрос номер пять существуют съедобные несъедобные слаги какие из них лучше существуют съедобные и несъедобные слаги вот это два ярких представителя в левой руке у меня съедобный слаг а в правой руке несъедобный слаг если все упростить то конечно съедобные слаги имеют преимущество потому что если рыба во время проводки подошла к такой приманки попробовал ее на вкус то входящая в состав материала соль аминокислоты всевозможные аттрактанты они воздействуют на рыбу и рыба уже никогда такую приманку не бросит случае с пассивными слагами из обычного силикона конечно в момент поклевки приходится делать быструю подсечку потому что если подсечку вовремя не сделать рыба просто выплюнет приманку если мы ловим в любых условиях и пытаемся найти рыбу то как правило используем всегда слагов изготовленных из съедобного силикона потому что это всегда увеличивает наши шансы на поимку рыбы но если мы рыбу нашли если следует одна поклевка за другой в момент конкуренции когда одна рыба пытается выхватить приманку другой то как правило она уже хватает силиконовую приманку более жадно и можно в такие моменты использовать слаги из несъедобного силикона потому что они более дешево стоят их не так жалко оторвать и и в принципе если они приходят в негодность никакой проблемы нет заменить их на новые но если опять же ловлю происходит разрозненной рыбы если рыбу нужно уговаривать если нужно заставлять приманку буквально плясать на дне на одном месте пытаться соблазнить пассивную рыбу то конечно лучше всего использовать слаги из съедобного силикона справедливости ради надо сказать что последнее время большинство производителей изготавливает практически всех все свои слаги из съедобного силикона вопрос номер 6 как лучше оснащать слаги для выполнения донных проводок донные проводки это те проводки при которых приманка непосредственно передвигается по дну не прыгает по дну оползет по дну логично предположить что для таких проводок лучше всего будут подходить приманки с шарнирным монтажом ушастая грузила слаг с оснащенной одинарным двойным крючком или овсетным крючком кажется что во время проводки по дну у нас приманка имеет большую степень свободы то есть она более свободно движется рыба когда подходит к этой приманки она может с легкостью засосать приманку в пасть стоком воды и не почувствовать веса грузика поначалу мы думали что именно для таких проводок лучше всего шарнирные монтажи подходят но потом со временем оказалось что это не так на шарнирном монтаже слаг отлично играет с использованием ступенчатой проводки в случае же работы с грунтом на волочении по дну слаг некрасиво и безжизненно тянется за грузилом при этом крючок касается дна и собирает на себе весь мусор волочение по дну не является сильной стороной шарнир на оснащенного слаги если использовать обычные традиционные джиговые приманки на джиг головках слаги то такие джиг головки дают возможность очень качественно анимировать слаг на дне и когда мы проволакиваем на джиг головки слаг по дну он располагается хвостом вверх более заметен для рыбы и всегда крючок открыт для подсечки на жесткой джиг головки слаг при волочении по дну располагается строго хвостом вверх под углом порядка 45 градусов кроме того во время волочения все неровности дна через джиг головку передаются непосредственно на хвостик слага при этом чем более неровное и жесткое дно тем сильнее будет дрожать хвостик слага на такой проводке в случае шарнирным монтажом то когда мы шарнирный слаг волочим по дну он просто безжизненно тянется по дну и поэтому по нашему мнению менее привлекательно выглядит чем слаг на джиг головки и мы поначалу думали что когда рыба будет атаковать приманку со дна она будет чувствовать вес грузика и будет ухудшать ухудшаться результат на самом деле оказалось что в общем то результат не ухудшается если бы речь касалась ловли мелкого например окуня то конечно это бы имело решающее значение но так как мы на вот такого вида приманки очень эффективно ловим судака крупного окуня то у нас в общем-то мелкий окунь не интересует и джиг головка по нашему мнению для донных вариантов проводки имеет явное преимущество вопрос номер 7 как лучше оснащать слаги для ступенчатой проводки для ловли обычной ступенчатой проводкой когда приманку проводим более энергично и приманка у нас как бы прыгает по дну можно очень эффективно использовать и шарнирные монтажи слаги на шарнирных монтажах и слаги на джиг головках по большому счету на ступенчатой проводки нет разницы шарнирным образом у нас оснащен слаг или оснащен на жесткой джиг головки но если мы в элементы активной ступенчатой проводки вводим возможность работы с грунтом то тут уже на первое место явно выходит обычная джиг головка потому что джиг головка позволяет более качественно анимировать слаг на дне поэтому если мы ловим традиционной ступенчатой проводкой то используем очень эффективно шарнирные монтажи потому что на шарнирном монтаже можно поставить двойника двойник очень хорошо засекает того же судака на ступенчатой проводке но если мы анимируем приманку и ступенчато и используем элементы работы с дном то конечно джиг головка имеет явное преимущество это мы в общем-то мнение никому не навязываем это наше наша точка зрения наше предпочтение но по крайней мере у нас результат с использованием джиг головки выше вопрос номер восемь какие джиг головки лучше всего использовать при ловле на слаги и пассивные рыбки из пластика для оснащения слагов можно использовать очень широкий ряд джиговых головок это могут быть обычные традиционные шаровые головки это могут быть всевозможные головки так называемые стендапы это могут быть головки типа регби американский футбол таких головок существует огромное количество но по большому счету по нашему мнению в принципе в наших условиях очень эффективно можно использовать обычные джиговые головки шаровой формы потому что эти головки позволяют очень эффективно работать приманкой на дне на дне когда у нас приманка падает даже на твердом дне всегда на шаровой головки приманка остается стоять хвостом вверх она не заваливается на бок почему-то многие думают что именно приманки стендапы со специальным скошенным низом позволяют приманки располагаться на дне вертикально на самом деле шаровая головка очень хорошо устанавливается на дне вертикально и бояться этого не нужно единственное стоит остановиться на джиг головки так называемая головка регби которая в общем то это та же самая шаровая головка только она немножко как бы расширена по бокам то есть она имеет большую площадь и регби как раз если мы ловим в места где есть ракушечник она не застревает в ракушечнике большая площадь и она очень качественно позволяет ловить без зацепов на ракушечники поэтому по большому счету для эффективной ловли на слаги можно очень эффективно использовать обычные джиг головки и джиг головки не только шаровой формы но и как мы уже сказали стоит обратить внимание на головки регби они очень хороши и позволяют резко сократить количество зацепов вопрос номер девять говорят что на слаги и пассивные рыбки можно очень эффективно ловить в отвес так ли это по нашему мнению практически все слагообразные приманки великолепно подходят для ловли в отвес при отвесной ловли как правило лодка очень медленно перемещается она перемещается под воздействием электромотора или дрейф лодки замедляется при помощи водного парашюта и если мы используем слаги то слаги не имеют активных игровых элементов и во время дрейфа лодки у нас приманка дрейфует практически прямо под лодкой дело в том что при отвесной ловли мы как правило всегда наблюдаем за игрой приманки по и холоту и вы холоте мы видим как у нас приманка играет как к приманке подходит рыба мы видим момент атаки рыбы на приманку и если у нас приманка приближается коряги мы успеваем вовремя поднять приманку вверх и как бы перескочить через корягу поэтому для отвесной ловли все приманки которые имеют активную игру подходят гораздо хуже чем слагоподобные приманки а слагоподобные приманки просто идеально для ловли в отвес рыболов любое движение от кончика спиннинга передается вот на этот раздвоенный хвостик или раздвоенный или одинарный и приманка выглядит очень естественно хочется заострить внимание что для отвеса вне конкуренции подходят обычной джига ловки шарнир для отвесной ловли практически не применяется джига ловка имеет явное преимущество потому что слаг у нас располагается в воде более горизонтально вопрос номер 10 в какое время года слаги более эффективны вообще слаги эффективны весь сезон открытой воды и не менее эффективны при ловле в отвес со льда слаг это приманка которая может двигаться таким образом как хочет этого рыболов если мы ловим на слаге летом то чаще всего используем резкую активную быструю проводку это одинарный двойной или тройной подброс приманка движется очень быстро резко привлекает внимание рыбы и рыба лучше всего берет именно на резкой проводки в случае же ловли осенью скорость проводки необходимо замедлять потому что быстро движущиеся объекты осенью рыбу настораживают и при ловле на слаги можно достичь успеха при донных вариантов анимации то есть приманка несколько раз прыгнула потом остановилась на дне и пауза на дне если мы применяем съедобные слаги может достигать 10 секунд в этот момент рыба может подойти там на 9 10 секунды со дна прямо подобрать приманку бояться этого не нужно и в принципе по холодной воде подбрасывание слага нужны только для того чтобы привлечь внимание рыбы к приманке основные поклевки будут происходить именно со дна и при ловле зимой в отвес мы тоже очень часто используем обычные джиг головки миниатюрных слагов и если удочкой поигрывать хвостик играет и рыба очень хорошо берет на слаги зимой со льда поэтому весь период ловли рыбы и зимой и летом и осенью эти приманки можно очень и очень эффективно использовать вопрос номер одиннадцать почему слаги на отводном поводке часто переигрывают традиционных твистеров да это действительно так если слаг оснащенный овсетным крючком привязывается не напрямую леской крючку а посредством свободной петли или застежки то в момент резкой проводки короткими рывками он в воде движется не прямолинейно а он начинает рыскать то влево то вправо и эти рыскания достигают амплитуды 180 градусов практически точно так же как качественный твичевый воблер и по этой причине ни один твистер не может повторить такую траекторию движений слаг в результате можно проводить более медленно более интересно для рыбы чем тот же твистер хотя вроде бы слаг не играет но рыболов задает ему вот эту игру твичевую и рыба в результате начинает ловиться лучше приманка по горизонтали может двигаться более медленно но при этом очень активно играть поэтому если применяется отводной поводок овсетный крючок и застежка или свободная петля то слаг может начисто переиграть традиционные твистеры или виброхвостых вопрос номер 12 что лучше ловит рыбу слаги или поролонки по большому счету слаги и поролоновые рыбки это по своей сути одинаковые приманки это пассивные приманки и у них различия лишь в степени плавучести и натуральности внешнего вида если говорить про степень плавучести то поролон конечно имеет в каком-то виде преимущество потому что большинство слагов изготавливаются из силикона тонущего но если рассматривать слаги с точки зрения натуральности то конечно слаг выглядит более естественно более натуральный он больше похоже похож на настоящую живую рыбку слаг можно оснащать овсетным крючком и получить отличную не зацепляйку это не зацепляйка конечно будет уступать поролоновой рыбке если использовать двойник с прижатыми жалами к спинке поролоновой рыбки но тем не менее на овсетном крючке слаг тоже работает очень хорошо существуют слаги изготовлены из очень интересного традиционного пластика который может растягиваться 8 10 раз у нас к сожалению они закончились но зато есть червяки тоже слагоподобные червяки из этого материала вот материал очень сильно растягивается и особенность этого материала в том что материал плавающий и в результате слаги вот из такого материала они на дне располагаются хвостом вверх точно так же как и традиционной поролоновой рыбки поэтому на сегодня если говорить о том что эффективнее слаг или поролоновая рыбка по нашему мнению в данных условиях слаг более интересен потому что как правило слаги еще изготавливаются из съедобного силикона и в результате того что они могут быть плавающими изготовлены из едобного силикона и очень натурально выглядят они имеют преимущество перед традиционными поролоновыми рыбками вопрос номер 13 какая снасть лучше всего подходит для ловли на слаги за счет того что слаги оказывают на проводке значительно меньшее сопротивление чем традиционные приманки с активной игрой можно использовать спиннинги более легкого класса чем случае использования с головками того же веса традиционных твистеров виброхвостов и поролоновых рыбок очень важно при ловле на слаги чтобы спиннинг имел тоненькую гибкую вершинку почему потому что в момент анимации на дне леска должна быть натянута и если вершинка у спиннинга гибкая то мы очень качественно можем натянуть леску и вовремя заметить поклевку так как слаги изготовлены в основном из съедобного силикона то надо дать возможность рыбе когда она атакует приманку и со дна и в толще воды дать время на то чтобы рыба заглотила поглубже приманку и только после этого делать подсечку и если мы будем использовать спиннинги жесткими вершинками то у нас будет большое количество пустых поклевок и пустых подсечек с мягким спиннингом можно приманку более деликатно анимировать на дне и замечать самые самые осторожные поклевки поэтому вот такой нюанс обязательно нужно при ловле на слаги использовать и вообще ловля на слаги это ловля более легкой более деликатной снастью и ловля такой снастью доставляет эстетическое наслаждение слаги только поначалу кажутся какими-то хитрыми экзотическими приманками на самом деле те рыболовы которые ловили на традиционные поролоновые рыбки могут с легкостью перейти на слаги и эффективность ловли от этого только возрастет чем больше рыболов любит сам анимировать приманку тем больше ему по придутся слаги и пассивные силиконовые приманки с вами была программа чертова дюжина и мы ее ведущий дмитрий щербаков и владимир щербаков до новых встреч в эфире